Всем привет, с вами Пряк Безназвания, меня зовут Максим. Сегодня у нас такой вот разговор. У нас с вами уже происходит смена сезона, с соседнего на зимний период. Она уже происходит во всю, уже выпал снег, во многих регионах уже завалы снежные где-то, уже не справляются тех. До сих пор есть дауны, передвигающиеся на летней резине, собственно говоря, в большей части именно этих даунов, собственно, и касается мой сегодняшний разговор. Но и те, кто все правильно делает или что-то вдруг не до конца делает, тоже будет интересно послушать. У нас в стране так уж получилось, что в большей части регионов выпадает снег, как говорят, собственно говоря, замерзает лед и так далее. То есть у нас полноценная зима в большей части регионов, и так уж получилось, что дорожное покрытие местами оставляет, желает лучшего. То есть его сцепление с дорогой практически равняется нулю. То есть передвигаться на летней резине при наличии мозга, в принципе, невозможно. Присутствие мозга, в принципе, даже и на зиме это проблематично. Но при наличии мозга именно на летней резине передвигаться проблематично. Почему? Потому что сцепления с дорогой нет. Кто-то будет скажет, а это миллион раз, там это все сказано. Если, в принципе, вас это не интересует, можете пролистать дальше и не смотреть это видео. Кому все-таки интересно, можете послушать. ГИБДД официально рекомендовала подсоединенным водителям переходить, кто еще до сих пор не перешел, на зимнюю резину. Да, конечно, шипы не панацея, потому что шипы служат для улучшения сцепления с дорогой. И 100% идеальное сцепление с дорогой не дает даже в летний период нормальная хорошая шина. Идеальное сцепление с дорогой дает только вот, если кто-то смотрит гонки, вот лысая, вот эта беспротекторная резина, и то хорошо прогрета, она нами-то прилипает к асфальту. И, в принципе, в этом случае возможно только наилучшее покрытие с дорогой. А протектор, в первую очередь, дает возможность отвезти воду, передвигаться не только в сухую погоду, но и, допустим, по мокрой трассе. И делается учет на то, что в большинстве случаев дорожное покрытие не является идеальным ровным, какие-то канавки, какие-то выбоины, там маленькие изъянные дороги, поэтому резина обладает протектором. Но в зимний период у него немножко другой расклад, потому что в зимний период нет сцепления с дорогой, и желательно лучше, если кто вдруг передвигается и в зимний, и в летний период, а таких все-таки большинство, переобуться, если вы до сих пор этого не сделали. Потому что, в периодически сталкиваемся с ситуацией, да постоянно, что надо куда-то ехать, надо куда-то двигаться, куда-то перемещаться. И в условиях, допустим, современной цивилизации, жестетящих временных рамок и постоянной занятости населения, необходима какая-то такая повышенная мобильность, которую может переоставить личный автомобиль. Если вы хотите передвигаться в зимний период, вам лучше переобуться. Сам я переобулся, наверное, сейчас скажу, недели две назад, когда еще выпала первая снежная каша. Да, конечно, потом еще разик выпал снег, и потом, в принципе, прекратился, и недели две, полчаса сейчас я ездил по аспарту, снег более-менее окончательно выпал только сейчас, потому что вот конкретно в течение ближайшей недели синоптики Екатеринбурга обещают прям устойчивый минус, там минус 6, минус 10. Поэтому рассчитывая на то, что конкретно у нас на Урале снег растает, в ближайшее время не приходится. Конечно, есть друзья, родственники, допустим, знакомые, которые до сих пор не переобулись, и уже многие столкнулись с ситуацией, что, ну, конечно, слава Богу, у них у всех есть мозг, он более того даже еще и работает, и они даже еще умеют думать, вернее, не думают, что не умеют думать, но да ладно, не об этом речь. Короче говоря, у них сейчас проблема в том, что они до сих пор не переобулись, и они не могут никуда выехать, и, собственно говоря, ограничения по мобильному передвижению у них в данный момент имеются. Ни в коем случае не ставьте липучку. Нет, конечно, липучкой передвигаться можно. Липучка, да, обладает рядом преимуществ по сравнению, допустим, с летней резиной, но, тем не менее, это не панацея. Как говорили многие мои знакомые, вот эта всесезонка, вот эта липучка, она хороша для, вот, идеально для передвижения, допустим, в дождь. На липучке хорошо ездить именно летом, потому что именно липучка, она обладает наилучшим коэффициентом сцепления колес с дорогой, и мне будут в дождь, допустим, но в зене период даже липучка не дает того сцепления с дорогой, которое может вам передоставить шипованная резина. Я, конечно, не пытаюсь заниматься рекламой, рекомендовать, допустим, какую-то особую макро-корридную марку резины, кто что любит, тот предпочитает, тот то и ставит. У меня сама простая кама евро шипованная, у меня задние колеса сейчас обладают шиповкой, примерно, сейчас скажу, процентов на 30, передние примерно где-то 60-70 процентов. У меня много шиповка вылетало, потому что я что-то, несмотря на то, что у меня зимняя резина на дисках, летняя тоже на дисках, в принципе, перебыл, 10 лет проявлено, но что-то я что-то обленился, и, получается, в прошлом году в этой весной я перебыл сразу в середине мая, и пока я ездил по асфальту, вот так как порядком шиповка вылетало, но я-то посмотрел, у меня, в принципе, резина позволяет ответить еще один сезон, это уже будет четвертый сезон для моей зимней резины, и, наверное, в следующем году я позабочусь о том, чтобы приобрести свежий комплект резин, да, это не дешево удовольствие, зимняя резина стоит дороже, то есть порядка 10 тысяч рублей стоит, но это чисто резина, но это безопасность, это комфортное передвижение, в первую очередь, поэтому на этом не стоит экономить, маленький такой интересный факт, если, допустим, у вашей зимней резины был прокол, то нежелательно ее использовать больше двух сезонов, у меня, конечно, еще маленький казус, у меня тут обнаружил сегодня утром замятие на переднем правом диске, у меня зимняя резина на штамповке, и поэтому где-то надо отправить диск, ехать искать, в принципе, не проблема, осталось бы найти время и найти деньги, которых постоянно нету, как у большинства, наверное, здесь присутствующих, но надо бы за этим что-то делать, потому что это не шутки, хотя, как минимум, колесо будет спускать, а как максимум может вообще разбортоваться на ходу, ну что чревато вообще в любой период временной, уж тем более в зимний. Маленький совет, если вдруг вы недавно получили права, допустим, или по тем или иным причинам, допустим, начинающий водитель, в данный период, пока погода не устоялась, вы одержитесь от управления автомобилем, особенно это касается тех, кто, допустим, живет в городе, потому что еще погода не устоялась, у него лежался снег, он еще не укатался, еще шипы толком борщицы цепляются за асфальт, естественно, прокручиваются, если же вы вдруг все-таки решили выехать на дорогу, допустим, да, вы считаете, что вы обладаете должными навыками, к примеру, но это касается, опять же, по большей части начинающих водителей, потому что опытным водителям ничего не надо говорить, они все сами знают, все делают на автомате, но, тем не менее, повторением от лечения. Если кто привык, допустим, где-то гонять, кто-то достаточно агрессивно, допустим, передвигается по городу, там, выгодит в шашечки и так далее между рядами, либо просто, допустим, любит пошустрить по трассе, настоятельно рекомендую изменить стиль вождения на более такой аккуратный, почему? Потому что в зимний период, несмотря на наличие шипов, поддержит коэффициент цепления с дорогой и приходится тормозить. Раньше разгоняться полнее, потому что чрезмерный разгон, к примеру, там, резкий старт на светофоре грозит чрезмерным износом резины, чрезмерным износом шипов, либо и даже какой-то, допустим, потери, что нежелательно, если вы не хотите переоблываться каждую неделю. Следует и помнить о том, что вы на дороге не ориентировали. Почему нельзя прорвить элементарное уважение другим участникам дорожного движения? Почему обязательно надо драться, взять и махать колокременные дороги? Посмотрите вообще, что творится. Люди стали злыми, выросла современная молодежь, которая не обладает никакими-либо тормозами, какими-то дратьсями социальными ценностями, у них в голове интернет, в голове всякие рофлы, пруфы и так далее, и прочие теми ноги, которые пользуются современной молодежь, которой надо просто сам отвердиться, прежде всего, в собственных глазах, и уж тем более в глазах других окружающих, показать, какой он крутой, продемонстрировать свое эго, липидо, или как там вы еще это назовете. Куда вы все спешите? Тем более, сейчас начнется зима на дорогу, сейчас начнется день жестяничка. Я всем всегда говорю, что все, все, абсолютно все, варьи от несоблюдения правил. Это все идет от себя, от прокладки между рулем и среднем. Ни одна машина, ни одна коммунальная служба, ни, допустим, ни КИУД ничего не делал, если у вас нету масла в голове. Сколько, допустим, вы, наверное, слышали, попали в аварии, начинается, ой, дорога виновата, там нету знака, нету светофора, этот не видел, этот не посмотрел, а этому пофигу, а я 30 лет за рулем, я проскочу, другой думает, а у меня фиг проскочишь, и так далее. Ни фига подобного, эта тема не канает. Не все ездят по правилам, но нужно включать мозг, нужно включить голову, и помнить о том, что вы на дороге не одни. Нужно соблюдать, ну, скоростной режим, конечно, у нас мало кто соблюдает, из-за этого большинство, у нас столько штрафов за камеру, я сам накопил за месяц штрафы за 5000, но у меня, какие штрафы, собственно говоря, у меня, я не безгрешен, у меня тоже есть штрафы, к сожалению, у меня какие штрафы, я всегда попадаюсь в одном, в том же месте. Есть у нас период автодороги, если кто местный знает, если кто не местный, пожалуйста, послушайте, у нас получается, при выезде за городскую черту, еще, наверное, километров 10, на трассе М-5, действует ограничение, действует ограничение городской скорости, то есть, еще десятка метров в час, и поскольку, и там мало кто ездит, мало кто 60, только те, кому надоело, надоело уже платить штраф, а мне еще пока не надоело, я пока пытаюсь бороться с этой системой, я каждый раз повадился, не ставить камеру в одном и том же месте, я каждый раз в этом месте попадаюсь, к сожалению, и все время в одном и том же месте, у меня штрафы, но тут недавно, конечно, попался тут штраф, из этой черны скоростных штрафов, штраф такой, что меня тормознули, у меня не оказалось с собой тех талона, и чтобы не везти машину на стоянку, мне вы выписали минималку 500 рублей за пешехода, на мои слова о том, что я сейчас опоздаю на дорогу, ребятки, пожалеете, мне сказали, мы можем только отбрессировать вашу автомобиль на вторую стоянку, и я бы не стал, в принципе, спорить, поэтому, люди, не надо никуда спешить, включайте голос за рулем, автомобиль, если кто до сих пор не понял, это средство повышенной опасности, источник повышенной опасности, если вы до сих пор этого не поняли, то очень жаль, это очень плохо, и ничего хорошего, к сожалению, в этом нету, почему? Потому что, если у вас реально масла в голове нету, никакая дорожная инспекция, никакая хорошая дорога, это не исправится, тоже, допустим, приведу в пример случае, вот, если у нас в городе Екатеринбурга, допустим, Шевская, улица Шевская, она вся усеяна ямами, различной глубины, и водители, которые, допустим, так или иначе, повредили свои колеса, или повредили свою подвеску, начинают ныть, в том, если вдруг в дождь, кто привык херачить, а если в дождь, если я сныть, их ям не видно, и начинают ныть, обвинять все эти коммунальные службы, обвинять в городе правоинспекции, обвинять других участников движения, допустим, поливать калом, вся, все виноваты, кроме тебя одного. Один вопрос. Чувак, ты чем, собственно говоря, думал, когда выезжал на дорогу и давил тапку в полк? Какие бы ни были идеальные условия, нужно учитывать дорожную обстановку, условия, сопутствующие этому, то есть, смотреть на других участников дорожного движения, учитывать погодные условия, это миллион факторов, а в случае с женщинами-убедителями это вообще должен быть миллиард факторов. Убедительная просьба воздержаться от проявления агрессии на дороге и попытаться включить голову, потому что ни одна коммунальная ступа не исправит проблему вот здесь, у вас. Вот здесь. Потому что именно вы ответственны за безопасность, за безопасность ставку, собственно говоря, своего тела до места назначения. Но, конечно, следует учесть и тот факт, что, если, допустим, вы никуда не берёшься, всегда могут реализоваться в вас. Поэтому нужно смотреть на 360 градусов вокруг, у тебя есть глаза, у тебя есть зеркала. Да, конечно, у тебя есть небольшая слепая зона, но ты всегда можешь повертеться налево, направо и осмотреть, как вообще. Конечно, тебе не стоит смотреть там 10 секунд, в одну сто 10 секунд, в другую, даже это много. Просто огляделся, говорится, обозрел территорию, убедился, что всё в порядке и продолжит движение. Движение в любой, вообще говоря, период года связано с множеством рисков, это вообще достаточно опасный мир. Опять, как я уже говорил, и уж тем более в зимний период, и уж тем более на летней резине. Не надо никуда спешить, не надо никуда гонять. Никто не виноват в варе, кроме вас самих. Ни коммунальные службы, которые вовремя не заделали яму. Государственная инспекция безопасности дорожного движения, которая, по вашему мнению, не хочет ставить за допустим знак, или светофор в том или ином месте. За все, за все по-шественной дороге ответственны именно мы, водители. Именно от нас зависит, каким будет исход той или иной ситуации. Посмотрите, вот всякие нарезки, вот эти вы очевидцы, сколько вообще порой ходят и варят за ровным, хоть только из-за того, что, да не только из-за того, они все приходят из-за того, что у людей пониженное давление масла вот здесь. Конечно, это масло уже не поменять, но над системой поработать можно, это движение масла в голове можно устаканить, можно, как говорится, систематизировать, можно направить в нужное русло. Вам достаточно привести уважение самим, в первую очередь, потому что вы не одни на дороге, это не ваша дорога, вы не являетесь ее королем, собственником и так далее, мы живем в России частных, и частных дорог у нас нет. К сожалению или к счастью, мы это не знаем и не узнаем в ближайшее время, поэтому все дороги у нас являются дорогами общего пользования. Большинство дорог, я, конечно, не имею в виду дороги, которые расположены в черте предприятия, допустим, или, допустим, каких-то дачных, допустим, коттеджных поселков, на которые, переведение, по которым связано с соблюдением определенных правил. Уважайте Дудуга, переведите себя и соблюдайте скоростной режим. Следует и помните о том, что в зимнее время суток нужно держать увеличенную дистанцию, потому что большинство баранов, несмотря на то, что они считают, что они все умеют ездить, умеют передвигаться, хорошо владеют автомобилем, едут в бампер, а в зимний период такие, допустим, торможения в позднее время, особенно перед светофором, чреватые, поцелуем задницу. Следовательно, не нужны звонками в страховую компанию, не нужными ожиданиями, если вдруг некоторые участники движения отказываются разбираться без присутствия страхового полицейского, допустим, дорожной постовой службы. Убедительная просьба переобудиться тем, кто это до сих пор не сделал, убедиться, что у вас резина обладает достаточной ошибковкой, если где-то потребуется ошибковку, лучше не замедлить, не это делать, желательно на этом не экономить, с этим не задержаться, потому что это ваша жизнь, это ваша безопасность, и полторы тысячи рублей потраченные, и плюс час времени потраченные на шиномонтажку, но это мелочи, по сравнению тем, сколько стоит ваша жизнь, а ваша жизнь это бесценная, кем бы вы ни были, как бы вы себя ни позиционировали в обществе, как бы к вам ни относились в целом, это ваша жизнь, это ваше здоровье, в первую очередь, если вы считаете, что они не нужны никому другому, что это всем пофиг, это в первую очередь нужно именно вам, не затягивайте с этим, это не шутки, я очень надеюсь, что вам оказалось полезно это видео, с вами был правильный название, меня зовут Максим, мы с вами еще обязательно увидимся, всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok